Чтобы прийти на Дом-2 и сказать, я тут пришла к тебе строить отношения. Ну, типа, нет. Зачем? Уже надо как-то... Я Дом-2 люблю вот именно за то время, в которое я была. Я сейчас не знаю, что бы меня там ждало. Не знаю, какие у них там правила и как-то это... Это мне никто не нравится из мужчин. Ну, как бы я посмотрела так у меня в этом... в рекомендациях видео проходит. Мне вообще-то никто не нравится. Единственное, там нормальный Дава. Он ведущий, понимаете? Был бы он участником, я бы еще подумала. А так, к кому мне там идти? Ты похудела? Ну, есть чуть-чуть. Но сегодня на меня вообще лучше не смотреть. Я сегодня просто... Я на ночь выпила воды, съела соленого. Очень много соленого. Сегодня утром воды упилась. Короче, вообще... Там много выше зарплаты. Ну, нормально. Ну, в России я бы сейчас по-любому меньше бы зарабатывала. Ну, если бы только еще инсту бы ну, крутила ее, раскручивала. Но я не в состоянии пока всем этим заниматься, если честно. Если будет поцелуй, я охренею. Может, там трах будет, я же не знаю. Вот тогда, я не знаю, если вот поцелуи охренеете, то я уже другого точно не знаю. Почему дома два после не берут? Ну, я так думаю. Почему там такие страшные бабы? Ну, почему ко мне вопрос? Вот у кастинга надо спрашивать, ребят. Конечно, нет, он как трансформер. Вы думаете, я не с ним? Покажи носки свои, я сейчас без носков. Да. Точно нет, он слишком простой для тебя. Красивая такая мужиканье, ты что? Вот я сегодня сидела с Сережей, я говорю, Сереж, вот, я не знаю, в России такие стандарты, вот тебе 25 лет, уже должно быть трое детей, брак, развод, ипотека, все это. Говорю, зачем мне вот этот головняк? Я буду, я сейчас делаю карьеру для себя, чтобы я могла купить себе и своим родителям все, что угодно. И если на моем пути попадется мужчина, который захочет меня поддерживать в финансовом плане и быть моей стеной, и чтобы я родила от него детей, но проблем. Но так, типа, ну хоть на... Вы что, вот вы реально как бы девочки, которые мне пишут, что нет мужика, вы реально считаете, что мне никто не пишет? Вы реально считаете, что я никому не нравлюсь? Вы реально считаете, что меня не приглашают на свидание? Вы реально так считаете? Если я вам об этом не говорю, если я об этом не говорю в соцсетях, так, что меня пригласили на свидание, и я отказалась, или мне написали сегодня 500 раз в директ, и я никому не ответила, это не значит, что этого нет. Ну вы реально так считаете, что если у меня нет мужика, значит, я никому не нужна. А вы не думайте о том, что я просто смотрю на претендентов, и я понимаю, что я не хочу ни с тем быть, ни с тем быть, ни с тем быть, потому что уровень не тот, который я себе хочу. Зачем мне пускаться на уровень ниже? Вот вы ели, допустим, всю жизнь вареную картошку. Вот вы любите вареную картошку. А вам сейчас говорят, воды нет, ешь сырую. Вы будете есть сырую? Вы скажете, нет, я пойду через реку, буду сжечь костер, и буду есть вареную картошечку, понимаете? Довольно ты в Швейцарии бьюти-индустрии. Я тут не хожу вообще никакой бьюти-индустрии. Там разрад, дом 2. Ну вот. Что делали вечером с парнями? Вчера много пили. Мы обсуждали инцидент, который вчера произошел, который я выложу завтра, мне уже можно будет его выложить. Потом мы пили винишко, болтали. С ними очень быстро время проходит, и как-то вот болтали вообще на всякие разные темы. Да, согласно Духловатой состав, кроме Надиной пары и Женькиной. Ну, я на дом 2 как бы я насмотрелась. Это может быть интересно для людей, которые там не были. Но я считаю, я считаю, что когда мы тогда были, вот у нас как-то это все так... Там же Захнов был, понимаете? А сейчас, я не знаю, даже мне неинтересно смотреть. Я вот смотрела какую-то нарезку в рекомендациях. Этот, как его, Ромашов с девочкой какой-то там. Настя Ани или как там ее. Как-то, ну, типа, может быть, вот они были бы интересны для зрителя, посмотреть отношения. Или там у Кристины, типа, что-то она, видимо, рассталась с Ромашом, раз у него там тоже девушка. А на остальных вообще похер. Неинтересно. Ты похудела, да. Там даже не баба страшная, а съемка какая-то желтая. Про что? Про холостяка? Там самое красивое. Спасибо. Не считаю деву мужиком. Он так Олю унижает. Кто такой дева? А, Даву. Нет, вы мне... Я просто вам сказала, что я не вижу ни одного мужчину, которому я хотела бы прийти на проект. Ты участвовал в холостике? Да. А какого уровня ты представляешь себе своего мужчину? Я представляю себя начитанного, умного, понимаете, интеллигентного, который возьмет ответственность за себя, который не будет вот это... Понимаете, у меня мужчины даже, они меня побаиваются. Они же меня реально побаиваются. Потому что они видят, что я их... Ну, у меня как бы характер такой, мне, знаете, палец в рот не клади. Я сразу же по руку откушу, по локоть. Я никогда не буду разрешать со мной общаться так, как, допустим, мужчина хочет, если меня это не устраивает. У меня есть подружка, она, если там, ходила со мной в кафе, ей нужно было бежать в туалет, потому что ее парень ей звонил. И мне нужно было бежать за ней вслед, чтобы сказать этому парню, что она со мной. Ну, нахер мне это надо вообще? Если мне чувак не доверяет, адьос. Мы картошку спечем на костре. Ну, вот. Правильно, нефиг разменится. Ну, вот, как бы вообще. Я вам еще раз говорю, у меня есть люди, которые мне пишут, да, встретиться хотят. Если я об этом реально не ору, не трублю, это не значит, что я никому не нужен. Ну, блядь, посмотрите на меня. Ну, вы реально считаете, что я уж в Швейцарии точно тут никому не нужна? Вы серьезно? Где ты ресницы делаешь? Я делаю во Фрибурге. Почему Селена не виделась? Я еще не была в России. Я видела Селена тогда, когда была в России. И с тех пор я не была в России. Я была в последний раз в июле. Забавный пример про картошку, но доступный по факту. Ну, чтобы всем объяснить, понимаете? Если ты всю жизнь привык есть вареную картошку, с херали ты должен есть сырую. Если ты привык есть вареную. Если я привыкла к одному уровню мужчин, значит, я буду искать только лучше, понимаете? Сергей или Андрей как пары не рассматриваешь? Они для меня братаны. Вы что? Когда холостяк заканчивается? Когда узнаем, кто в финале? 25 декабря, по-моему, последний сервис, 23-го. Я уже вошла в топ-восьмерку. Это уже можно говорить, потому что это уже в газетах написали. Ты часто про меня вспоминаешь про холостяк? Ну, конечно, вы что? Часто. Я каждый раз о нем думаю. Он всегда со мной. Я не знаю, как избавиться мне от этих мыслей. Данька, вы что? Как его забыть? Как его забыть? Я не представляю. Бигрина и Женя. Как на работе от реагирую на участие в Бэтчеларе? Они меня поддержали. Я себя очень достойно там вела, поэтому я никогда не парюсь. Я всегда говорю, я всегда даю гарантию о том, что со мной точно никому не придется позориться. Понимаете? Где вы там жили на холостяке? Мы жили в Вилле. Кто теперь на холостяке? Он на швейцарском, не на русском. Дядя с племянником неправильно. Марин, холостяка можно где-то на сайте посмотреть? Или только по 3+. Есть сайт 3+, если вы вводите. Вы можете также, скорее всего, подключить VPN, поменять на швейцарский. Возможно, у вас проканает VPN. Поставьте приложение, поставьте швейцарский, какой-нибудь европейский. Может быть, пройти еще на 3+. Они сделают еще премиум. Вы сможете посмотреть эфиры вперед, если вы там заплатите 3 евро за месяц, по-моему. Привет, чтобы мужчина не скорблял. Ты важна. Был уважение, правильно не торопись. Мне куда торопиться, господи. Красавица Маринка. Это же не самое главное, какой мужчина ниже или выше тебя. Есть мужчина выше по статусу, а с деньгами есть ниже. Вы вообще сейчас про что? Где я назвала про финансы? Дорогие подписчики, которые сейчас смотрели мой эфир, я что-то сказала про деньги. У тебя мужчина будет тихий, потому что ты такая жесткая. Откуда вы знаете, какая я? Вы видите только то, что я вам разрешаю видеть. Вы почему думаете, у меня все мои друзья говорят, что я самая классная, что я самая лучшая? Потому что с ними я не жесткая. Я с людьми, которых я не знаю, я жесткая. Зачем мне быть мягкой, чтобы меня потом ранили? Зачем мне это? Кто тебе больше по душе? Русский мужчина или швейцар? Уже не знаю. Дружила бы с геем, дружила и дружу. А если мужчина будет соответствовать всему, но будет бедный, будешь с ним? Не знаю. Бывало такое, что подкатывал хороший парень по всем патраметрам. Казалось бы, идеально, но не тянет к нему. Вот что делать? Бывало, конечно. Ну ничего. Просто я ходила один раз на свидание. Ну как мне просто на коктейль меня пригласил чувак. Он в Инстаграм по одному выглядел. Забрал меня вживую вообще по-другому. Я думала, если честно, я такую женщину, такую девочку. А там реально просто, блин, ну как бы он в Инстаграме такой, типа, статный. Весь ля-ля-ля-ля-ля. Мы с ним пошли, попили кофе. Я уже сразу поняла, что я ему понравилась, но я уже сразу, типа, стала от него сливаться, типа, стала рассказывать, что я там вообще чуть ли не лесбиянка. Главное, чтобы это не надеялось. Но он мне потом писал, 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 писал. И я вот последнего сообщения, он мне две минуты записал сообщение. Тоже. Я не ответила, даже не читала. Даже не знала, что он мне там записал. Мне интересно. Сохнов очень приятный парень, воспитанный, с хорошими людьми. Я с вами полностью согласна. Сохнов, он бескорыстный человек. Вот у него сразу вот эта энергетика, она чувствуется. У тебя вкусные пальчики, она, как знаешь, не пробовала. Да, я уже установила VPN, а тебя попробуйте. Может быть, получится. Если получится, дайте знать, я смогу это сказать еще другим подписчикам. Может, в Москве рестик сходим, BMW 3. BMW 3 у меня. Бля, тоже вот эти мужики мне тут пишет один швейцарец. Сначала. Ой, Марина, я смотрю холостяка, ты такая симпатичная, искренняя, добрая. Мы прямо всей толпой за тебя болеем, там ля-ля-ля. Только я ему ответила, чтобы быть милой, ну как бы это, как ее сказать, блин. Не общительная, а доброй. Ну как это? Ну вы поняли. Как это слово называется? Я хотела быть уважительной. Короче, вы поняли. Напишите мне, как это слово называется. Только я ему ответила, блин. Он мне потом стал писать, когда уже холостяк на той неделе показывали. У меня есть джакузи. Я тебя приготовлю поесть. Какая-то малолетка там вообще сидит, мальчик. Я тебя приготовлю поесть, буду тебя массировать. Просто приходи, посмотрим. Еще хочешь на шопинг? Пойдем, я тебя твои сумки буду носить. Чувак, ну как бы, у меня тоже дома сауна есть у нас. И что? Мне сейчас хотят в твой джакузи бежать, что ли? Дружишь с геем? Серьезно, да, у меня есть друг гей, он живет в Кельне. Совершенно обычный, хороший парень. Есть люди, которые все это делают очень открыто, а есть, которые обычные. Им просто, вы когда с ними общаетесь, вы просто понимаете, что вы ему неинтересны, потому что ему нравится мужчина. И в остальном он такой же человек, как и вы. В постели Маринка готова на все, она будет выполнять самые пеканные желания. Тут в твоих где-то dreams. Уже сам за себя ответил. Иди спи. А с подписчиками не встречаешься? Не, ну с подписчиками, если со всеми мы там встретимся, почему нет? Ну так отдельно, с парнем сидим. Мне сейчас вообще нельзя, у меня же тут холостяк, понимаете? Не в обиду, я имею в виду, что ты с характером, это классно. Но это да, я вас понимаю. Теперь я вас поняла. Вежливый. Да, я хотела быть вежливой, просто поблагодарила его, сказала спасибо большое, и мне просто уже начали предлагать в джакузи присаживаться, представляете? Я охренела, конечно, тоже. Это же так, даже русские, по-моему, не делают. Реально, одно сообщение написала, он меня уже в джакузи приглашает, а я потом уже скрыла сообщение, чтобы он не видел больше, что я читаю. И он говорит, что я такого сделала? Ну, прости меня, ну, пожалуйста, ну, пообщайся, ты такая классная, я, наверное, сделала ошибку, пожалуйста, Марина, ответь, ну, господи, до свидания. вы уже дома давно, почему такие извращенцы в эфире пишут, просто идиотизм, ну, я тут при чем, мои хорошие, вы иногда вопрос таки задаете, я тут при чем, вот я тут при чем, я их позвала, окей, ждем окончания, что посвободишь, ну, вы же сами ответили на свой вопрос, а в какой стране снимается холостяк? Мы снимали в Португалии. Мы снимали в Португалии, ребяточки. Это к ним Марина. Ой, вы смотрите пацанки, я хочу с ним посмотреть пацанки, сейчас съесть, начать смотреть пацанки. Сегодня я останусь одна. Давайте квест, ребяточки, вы смотрите, я же вижу, что вы смотрите. Ого, Португалия, да. И вот сейчас, завтра будет серия, где он говорит о том, что он, три девочки вылетают из шоу, и мы остаемся восемь, и мы перелетаем из одного острова на другой, в другую виллу. Она, конечно, там уже шкардео была. Я уже там нафоткалась, буду выставлять вам фотки. Наконец-то уже можно говорить, понимаете? Уже можно. ты влюбилась в холостяка, я просто, я вообще, даже нет слов. Значит, он тебя не выбрал, откуда вы знаете. Я говорю, я в топ восемь. Если бы он меня не выбрал, я бы уже завтра вылетела. Что служит тебе мотивацией? Деньги. Деньги. Я люблю деньги. Я могу позволить себе купить красивую одежду, порадовать своих близких какими-то подарочками, да, даже, ну, что-то такое, что они хотят. Я люблю деньги, мне нравится зарабатывать деньги, я люблю, когда деньги в кармане, когда они везде, как-то жить проще, и вот это моя мотивация ходить на работу, чтобы у меня были деньги. А чего три выгнал, накосячили? Ну, нет, потому что вот в пятой части, поскольку мы летим на другой остров, ему, наверное, нельзя было всех взять, вот пришлось вторых выкинуть. Пацанки смотрят, но, если честно, сдулись по сериям, уже неинтересно, опять же, если вам более, но я, конечно же, охренела, как он им там, а как в пацанках это Маша там всех раскидала в первой части, это вообще. Я тоже в Баден-Баден, я надеюсь, что они были в стране, это было прекрасно, это было очень хорошо, но, что с 2G-регием папик накачанный. Кто папик? Как ты поддерживаешь свою эмоциональную стабилизию, когда выгораешь, психую? Психую пью, успокоительная, потом у меня все нормально. Если бы он выбрал тебя, то сейчас бы тут не лежало бы. Да? А вы знаете, что по договору, даже если бы он нас выбрал, чтобы люди как раз таки не знали, что он тебя выбрал, потому что они бы тогда не смотрели бы все серии до конца. Нельзя с ним видеться, это в русском холостяке и в американском, и в любом другом. Спасибо, что я вам открыла на Америку просто. Зачем люди смотрят холостяк до конца, если уже он бы сейчас тут бы со мной лежал напротив? Ну, камон. Марина, твой сезон холостяка, это какой сезон? Десятый. Десятый сезон. Это юбилей у нас, юбилейный сезон у нас. Выкинуть, как грубо. Тебе нравится твоя работа или терпишь ради денег? Мне нравится. Кто-то холостяк, почему он актер турецкий. Щена Грюсау с дойчей, она щена Грюса цурюк. Опять стала такой же грубой, как и на Дон-2. Ну, понятно, аудитория из Дон-2, я уже, в принципе, я люблю свою аудиторию, но вот эти, которые мне пытаются хейтить, для меня как бы ничего нового, никакую Америку вы мне сейчас не открыли. Понимаете? Что вы сказали, что я сказала? Выкинул. Вот я уверена, что девушка вот just no fun или что вы там. Вы хотите сказать, что вы всегда о сельвупле. Добрый вечер, моя прекрасная аудитория. Сегодня, в этот замечательный воскресенье, когда я чуть-чуть перебрала бутылочка венца, я решила зайти с вами в прямой эфир и доложить вам обстановку, значит, такого вот шоу, на котором я была. и там завтра розы не получат, не примут или примут, но не захотят он давать им эту розу. Уйдут трое. Какая жалость. Какая печаль. Вы серьезно? Я человек, который говорит так, как я хочу разговаривать. Почему вы мне говорите, что я грубая или еще какая-то? Только потому, что вы услышали одно слово. Ну, камон. Бред вообще. Вы с холостяком нормы отношениях. Да. По контракту до финала проекта нельзя показать вместе нигде. Ну, вот. Вот. Понимаете? Есть люди, которые это знают. Ты не дай, ты не дашь ему лечь рядом в жизни. Кто его знает? Кто его знает? Кто его знает? Кто его знает? В кого ты за характером пошла? Очень харизматичная или энергичная. Не знаю. Не знаю. Вот, честно, не знаю. Я отца своего не знаю, но у меня мама вроде бы там все такая. Ту-ду-ду-ду-ду. Но я такая прям. Танк. А с работы так просто пускай ты берешь отгулы? Беру отгулы. Почаще пиши на немецком с переводом. Окей, махай. С красивыми губами. Машелья Марина, но ничего страшного. Как-то очень странно, что меня все люди называют Машей, хотя у меня написано Марина. 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 Какая у тебя тоналка и контур? Тоналка у меня Dior, контур от NYX. Нет, не всегда, конечно, но все равно так на нервы в лето детали шел. Да почему? У меня просто, вот вы должны понять, ребят, вот тоже камон. У меня знание русского языка 6,5 классов. Вот я закончила школу, в 6,5 классов я уехала сюда, в Швейцарию. В 7 класс я уже ходила здесь. Вот вы представляете, с каждым годом, тем более я сейчас, поскольку еще реже стала прилетать в Россию, у меня словарный запас вообще как бы покидает меня потихонечку. Я когда что-то говорю, это не значит, что я это имею в виду, у меня просто нет других слов, а так бы, так бы я бы говорила, добрый вечер, мои дорогие подписчики, мои просто замечательные, уважаемые люди. Благодарю вас всех за то, что вы в этот прекраснейшем воскресенский холодный вечер решили присоединиться и взять ваши гаджеты и в этих гаджетах вбить моим и посмотреть мой прямой эфир, вы знаете, это так приятно. Поклон вам всем до пяток. Ну вы серьезно. В Сюнд-Деужси в Сюнд-Деужси коронаваре очень хрюм. И поэтому наша Лага очень хрюм. В Norden есть 3 Г регида, но мы bestimmt все пока, но в Сюнд-Деужси это очень так. Драушен можно что-то съесть и пить. В общем, мы не можем сделать это какой-то коронаваре тест. Но я думаю, это будет что-то это смешать. auf jeden Fall willst du nicht mal ausziehen in deinem Alter noch zu Hause guckst du eigentlich meine Storys nicht, ich habe gesagt, dass ich auf der Suche bin nach einer Wohnung und auch wenn ich zu Hause lebe wir haben ein Haus und meine Eltern haben auch nichts dagegen, wenn ich da mit ihnen wohne wenn dich deine Eltern dich mit 18 Jahren alt rausgeschmissen haben oder du musstest bei deinen Eltern die Mieten bezahlen, dann ist das nicht mein Problem, also tut mir leid ich und meine Eltern, wir haben uns gerne verstehst du? so kann ich auch mit 40 zu Hause leben meine Eltern lieben mich so wie ich meine Eltern lieben, das ist nicht weil ich unbedingt ausziehen möchte ну come on любимая frase Marina, вообще просто cringe, но моя frase ist cringe, я просто, я real, просто cringe как относишься, что девочки из твоего холостяка стали дружить общаться, даже после окончания съемок я тоже, я общаюсь только с двумя нормальными, остальных мне похер для меня они как были вот там дешевками, так они и остались я им до сих пор как бы об этом говорю я им в чате тоже об этом пишу ну как бы то, что они там вытворяли, я говорила о том, что это все дешево, это все просто стыд и срам, и они как бы об этом знают, поэтому мы не общаемся наверняка ты в финале, там внешне нет у тебя конкурентов, там очень много мужа подобных держит, половина вообще выглядит до 40, ну пупсички мои ну в делу даже уже не внешности вот говорят, я же грубая, может он сказал, Марина, у тебя такой сильный характер, я никогда не смогу с ним быть, пожалуйста, не принимай эту розу, не пизди меня, пожалуйста я говорю, сука, дай розу он говорит, нет, я не хочу тебе давать розу, я говорю, давай розу сюда не делала вакцина, все не стоят на работе, нет, не делала, тему эту обсуждать особо не хочу, но я думаю, что я сделаю у тебя были какие-то проблемы с кожей на лице, и когда посещала ли ты косметолога конечно, были, были акне, я противо, я пила долгое время противозачаточные от них кожа, конечно, похорошела, но были какие-то проблемы с гормонами, сама не поняла я не дам тебе забыть русский, буду писать окей, я буду очень рада Марина, я с родителями на каком языке общаетесь? общаемся на немецком, английском, французском, русском, как-то у нас так это все интернационал Марина, какая в Швейцарии у людей зарплата по сравнению с Россией? все по-разному, честно минимальная зарплата 2,5 тысячи и франков, но на нее просто не знаю, как жить красотуль, у тебя желтые носки сейчас у меня нет носков на мне, у меня голые ноги грудь новая, супер, спасибо, пупсик тебе а сейчас есть мужчина, который тебе нравится и с которым ты хотела бы быть? может быть, а может быть и нет, а может быть Марина, как вас с работы пускают на всякие шоу-проекты? вы вольняетесь на время или отпуск, берете отпуск? они вели себя развратно, ты девочка а, у тебя девочка, ну конечно сосаться втроем, вы представляете я сидела в шоке была, в смысле сосаться втроем для меня, чтобы хоть с кем-то там почмокнуться, понимаете это уже рекорд просто они там втроем все сосались, еще и с ним украинка как-то ноги раздвигала полдэнсер, но это же ее хобби она же не ему ноги раздвигала типа, давай, вставляй это ее хобби, это разные вещи Марина, если бы ваш бывший постоянно говорил о вас за глаза то как бы в этом отнеслись? я бы забила хер, потому что обо мне говорят, что я там дубайская скорбница из-за этого мы расстались пиздеж полнейший, но настолько мне неинтересно мнение людей вот этих, что мне просто начихать и тем более чужой успех или особенно успех бывший раздражает всегда в сто раз больше поэтому вообще наплевать пусть говорят, что хотят хоть я там не знаю хоть что делала вообще, я же знаю, кто такая Квинк еще является противопоказанием вакцинирования ой, не знаю, там будет узнать, конечно у меня не было отека Квинк у меня был фенолактический шок чем нравится Германия? всем прикольно, это все равно ты мне поняла настроение, спасибо Маринка, ты овен, я рыба есть кто бредно живет в Швейцарии? бомжей нет вы знаете почему? потому что из наших зарплат берут налог и их содержат вы общаетесь с холостяком? может быть может быть и нет может быть мы вообще уже ребеночка ждем а может быть нихуя мы не ждем никого ой, пардон нет, то самодостаточная леди а кто там из Украины? как зовут? на землячку хоть гляну Патрития ее зовут я на нее подписана посмотрите, Патрития но не на этом аккаунте но на другом идешь к цели все верно они при тебе все зассались а ты одна не стала конечно я там просто я такая у меня был шок просто я говорю это вообще что? я говорю это очень все дешево я сказала я такого никогда не видела я говорю у меня ну как бы воспитание мне не позволяет такое сделать простите пожалуйста меня из-за чего у вас случился фронатический шок? потому что я сделала сиськи и у меня сработал антибиотик аллерген антибиотик был продолжай бороться с ВПН скажи имя фамилию холостяка пожалуйста его зовут Эркан Эркан Акьоль он фронатический шок тем более заебежи вообще не говорите Элита ваши родители и родственники смотрят холостяк мы с ними вместе смотрим мы с ними сидим и смотрим просто вот так вот с такими глазами понимаете боже мой не знаю я скажу Рати бестыдно было с таким, с каким. А через сколько сошли тёкетов финансовый шокол, ну? Вас тисд ты моргананк? Кояна Ананннг, дизэнннсдох ничт, отор ничт? Одр, вас меинст ду эгентлс? Я думала, что пулловер, джинс, пелз? Пелз! Моя Пелзе син гекомен! Омай гот, во Русланн, моя Пелзе син гекомен! Омай гот. Омай гот. Омай гот. Они не видят. Омай гот. Омай гот ой думаешь, что в 7 июня говорю о 6 июня, чтобы у нас закончится, чтобы никто не видит? Омай до submissions на моем голосе. Омай зовет меня. Омай как у меня звук. Омай зовет меня. Омай гот. Омай гот. чем германия в принципе просто ценами я думаю, какой-то культурой, наверное еще какая-то еда какой язык в изучении вам давался тяжелее всего? French je parle francais un peu стоит брать Dior Maximizer что такое Maximizer ага, я упаду с тебя что за Аполлонов в сторис это Аполлонов несут свой нос куда вам не надо понятно Марина, у тебя есть акцент когда говоришь в нашем царском диалекте? ну есть чуть-чуть ага, у тебя есть роза от твоего парня? ага, у тебя есть роза от твоего парня? ага, у тебя есть роза от твоего парня? Мексику на полгода я не знаю, что будет делать с кем сейчас общаешь из дома 2, Селены только холостяк тоже делает грим перед съемками? не знаю, не знаю не знаю щечку чмокнуться тоже стесняешься, конечно если пососаться то это уже все, ребяточки это уже просто это уже все у вас развита косметология в Швейцарии? может быть в Цюрихе, в Женеве но тут в Бернии не особо если честно холостяк чем занимается? он, не знаю он какой-то там турецкий актер какой-то турецкий актер вот что я знаю о нем что он раньше где-то работал в офисе и потом пришла ему мысль стать актером и он стал актером поехал в Турцию и в Турции делает сериал их он там снимается который еще не вышел я не знаю сколько длились ваши самые недлительные отношения? не помню уже настолько они были неинтересны что я уже забыла когда закончится порно актер ну порно актер не знаю но актер какой-то откуда знаю порно или нет я не проверяла простите вы делали брови или номинирование? нет как думаете жизнь в Швейцарии лучше чем в России? есть везде свои плюсы есть везде свои минусы в России люди как-то не то что дружелюбнее но они не суют может быть так сильно вот подписчики суют вот эти хейтеры ну и тут тоже суют а в России вот можно какой-то контент снимать люди не будут на тебя жаловаться тут пойди сними видео кто-нибудь попадет на это видео тебе еще в полицию заяву на тебя накатают что типа что ты меня снял? я один раз сидела у себя в машине на свой телефон снимала сториз так до меня докопалась бабка которая проходила мимо моей машины которой гуляла собака она подумала что я ее сняла и она хотела со мной поругаться чтобы я удалила эти видео я говорю бля я себя вообще-то снимала а не тебя нахер ты мне нужна вообще она нет покажи вот она стояла мне все в окошко стучала потому что она мне не верила представляете какой менталитет в Швейцарии ну смотря касаемо чего как я вам расскажу сейчас полный менталитет оставь меня одну и мне больше не нужно разливаться на часы и тебя больше не уйду бабки магия величия не говорите вообще вот это по гороскопу я рыбу уже сказала уже сказала тебе менталитет по общению они какие-то более нерешительные что ли какие-то я не сказал как отрезал ну вот как отрезал приходи ко мне в джакузи то есть там нет такого типа что ты там соблазняешь приходи ко мне в джакузи я тебе массаж сделаю и все завтра на работу во сколько мне завтра первым делом я еду на интервью в Энерджи Берн мне нужно там быть в 8.30 значит из дома нужно выехать пол восьмого значит нужно встать в 6 чтобы приехать при Чапуриной ну все-таки знаете мало там где-нибудь сфоткаться заходит они короче поставят завтра такую вот прозрачную кабинку и мы в ней будем сидеть и все будут ходить репортеры шцрук я фоль тут бежадаво имер интервью вот высаданит а за возможно они поставят такую прозрачную кабинку и люди будут проходить и видеть как мы там берем интервью это все у вас были отношения со швейцарским с турком часто с вами пытаются познакомиться на улице да на улице пытаются больше познакомиться чем в инсте если честно прям на улице я когда иду везде везде машут сразу же а сейчас у меня вообще наклейки еще на машине так они сразу они едут и мне сразу уже видео присылают как они меня видят я сегодня ехала по трассе мне уже там 50 видео прислали эти мужики скидывают себя свои машины это библик А зачем наклей на машину ваш инсту, чтобы сразу знали? Что? Ну нет, я как бы это, потому что я сейчас хочу немножечко швейцарскую аудиторию привлечь. Вы знакомились с кем-то на улице или часто отказывались? Я отказываю. Я еду на машине, приезжают два чувака, отпускают свои окна, я смотрю на них, он меня так вот машет и выкает, блядь, и отворачиваюсь, и все. И они как дают газу, чтобы не позволиться. Твоя мимика, когда ты говоришь, божественно, спасибо. Отличается ли менталитет по отношению к девушкам в Швейцарии? Да нет. Они хоть красивые, кто. Твоя менталитет Ибо на Бадыр Так Вы слушайте швейцарских исполнителей Нет Держки швейцарь ухожены Какие попадутся Не все, но есть Конечно же, не все ребяточки, но есть Я это все понимаю вообще, но проблем Ваши родители не хотели бы вернуться обратно в Россию Зачем? Зачем? У них есть только я, а я здесь Ишь, да, скульт, ванск, вибернабе мирца Да, сейси, нет, да, скаш, яду, закап, да, скульт, ванск, вибернабе дирца Иби я иди, а иди, за дэна кси, ватар ирконабе сихкахет Хашя инфрага? О, Господи, я хопфэ. Ваши родители холостяка смотрят, конечно. Азо ми не ляби. И то ми шо яцфер обшида. Азо, репортер. Данка фума, дозу да тель гногэш. Иго, ва склапе тип топи дирби бэчлэр. Унд всех люблю, всех целую, ребяточки. Задавайте мне на следующем профиле вопросики. Была рада с вами со всеми пообщаться. Хай бэс фрэнси. Хай мир шо, абэр апмир свэй. Тас ищ абрэготи фраг. Азо, чао-чао, ладила грюеса.